Друзья, близкие, родные, всем привет! Многие написали в личку, задают вопрос, хотят слышать наши комментарии касательно слов премьер-министра Эстонии Кая Каллас о нас, о движении Коос, и касательно слов президента Эстонии о движении Коос, о его комментариях. Начнем по порядку. Первое. В группе Таллинса вы, наверное, все видели, как премьер-министр нашей страны рассказывал о том, что в Эстонии появились лидеры общественных мнений, политики, которые мечтают о том, чтобы Эстония вошла и стала составной частью Российской Федерации. Как обычно, премьер-министр страны Кая Каллас говорит неправду. Ключевое слово «как обычно». В Эстонии нет ни одного политического деятеля, ни одного лидера общественного мнения, который бы рассказывал о том, что он хочет, чтобы Эстония стала составной частью Российской Федерации. Я таких не знаю. Может быть, если Кая Каллас такие знает, пусть она об этом скажет. Я подозреваю, что, коль скоро нас массово, масс-медиа называют путинистами в Эстонии, ну, естественно, говорила она о нашем движении. Повторяю еще раз. Уважаемая Кая Каллас, в кавычках уважаемая. Ни я, ни Айва Петерсон, мы являемся двумя членами управления, и мы юридически имеем право говорить от имени нашего движения. Никогда, ни в одной передаче, ни в одном нашем посте, ни в одном нашем ролике, ни в одном нашем ролике никогда не говорили о том, что мы мечтаем, чтобы Эстония стала составной частью Российской Федерации. Это неправда. Мы прекрасно понимаем, что Кая Каллас специально не называла имен для того, чтобы не получить общественные судебные слушания от нас. Все прекрасно знают, что за каждую ложь всегда мы призываем к ответу. Нами создана судебная практика, успешная. Если вы заметили, то и боты, даже боты, которые понимают, что каждый из них будет отвечать за свою ложь, даже боты сейчас стали выбирать выражения. И технично стали, не называя наших имен, тихонечко, намеками поливать нас по носам. Потому что есть судебная практика. Лгать больше не получается. Это первое. Второе. Касательно слов президента Эстонии. Здесь было, ну, с нашей точки зрения, это был позитивный сигнал обществу. Президент говорит о том, что, возможно, и 6, и 7 партий в Эстонии, в парламенте. Да, это возможно. В связи с этим, уважаемые участники движения КОУС, уважаемые избиратели, уважаемые жители Эстонии, мы объявляем вам о том, что мы идем на выборы. Мы идем на выборы по партийному списку. Мы просим всех до 3 января, до 3 января. Мы просим каждого из вас определиться, хочет ли он с нами участвовать на выборах, идти по партийному списку, по нашему партийному списку. Если он хочет, нам нужны смелые, сильные, решительные люди, новые лица, которые не запятнаны, которые не обманывали своих избирателей, которые согласны подписать общественный договор, общественный договор со своими избирателями и которые согласны изменить нашу страну к лучшему, которые согласны спасти нашу страну от надвигающейся катастрофы экономической и военной, куда нас активно тащат. Повторяю, до 3 января, всех, кто готов, смелые, решительные, умные, думающие люди, мы ждем вас. Мы готовы объединяться со всеми силами и со всеми кандидатами, думающими, которые пойдут на выборы вместе с нами по партийному списку. Почему по партийному списку? Потому что по партийному списку у нас нет никаких сомнений в том, что мы преодолеем 5% рубеж. И с учетом того, что в Эстонии до 40% избирателей это неопределившиеся люди, это протестный электорат, которых не устраивает то, что происходит в нашей стране, эти люди проголосуют за нас. За нас. У нас уникальная ситуация, у нас очень хорошие шансы набрать 10% и выше. Многие из вас боятся, что у нас украдут голоса. Не надо этого бояться. Есть в 21 веке инструменты, позволяющие избежать этой ситуации, позволяющие исключить воровство голосов. У нас они есть, и мы их будем активно внедрять. 10 января мы созовем пресс-конференцию, пригласим туда всю прессу. Я, Айвой, все наши участники, вся наша активная команда. И там мы расскажем все подробности. Я сейчас не могу говорить всех подробностей и всех нюансов. Это ни к чему. Это не нужно. Моя задача донести всей Эстонии, что до 3 января мы ждем у себя в списке кандидатов. На фейсбуке все есть мои данные. Есть данные Айва. У нас есть сайт движения. Заходите на сайт движения. Если из 15, из 10 наших тезисов, которые там выложены, хотя бы 2, 3, 4 с вашими ценностями совпадают, значит вы уже с нами. Не надо бояться. Мы не требуем, чтобы обязательно к нам заходили в движение или в партию. Мы просим всех, кто хочет изменений в нашей стране. Всех, вне зависимости от их вероисповедания, политических убеждений, национальности, расовой принадлежности и так далее. Всех, кто хочет изменений в нашей стране. Кто понимает, что больше так нельзя жить, как мы сейчас живем. Объединяйтесь с нами и пойдем с нами вместе на выборы. Пишите в личку, пишите на почту. До 3 числа мы сформируем список кандидатов. И подадим его на регистрацию. Это предварительная информация. Окончательно можно будет утверждать железобетонно после того, как нас зарегистрируют. Наш список зарегистрируют 19 января. Только после этого мы можем железобетонно сказать, что да, мы зарегистрированы и у нас все получилось. На сегодняшний день это предварительная информация, но она необходима. Этот план действий, который необходимо сотворить, притворить жизнь и пройти всем вместе. Поэтому не бойтесь ничего. Протестный электорат в Эстонии очень большой. И все, кто готов и хочет, идите с нами. Эстонцы, русские, татары, грузины, армяны, евреи, чеченцы, азербайджанцы. Все. Сету. Пожалуйста, все. Все народности. Welcome on board. Добро пожаловать к нам. Вот что я хотел вам сообщить. Это главное. Ну и касательно слов президента Эстонии. Как вы понимаете, стадия неприятия прошла. Начинается стадия... Стадия ярости тоже прошла. Теперь начинается стадия торгов. А потом будет стадия принятия. Хочу вас с этим поздравить, господа. Мы прошли на следующий уровень. И нам это четко показывают. Нам и вам это четко показывают. Игнорировать наше движение не получается. Возмущаться, поливать по носам нас, поливать ложью, клеветой не получается. Значит, придется торговаться. Торги начались. Переговоры начались. Они идут. Вы все видите? Мы открыты. И я повторяю еще раз. Мы будем первой силой. Первой силой в Эстонии. Которая готова с каждым избирателем, с каждым человеком лично. Подписать общественный договор. И каждый человек сможет спросить потом. Выполнили вы наш наказ или не выполнили? Выполнили вы свое обещание или не выполнили? Если вы посмотрите на обещания людей, которые шли на выборы много-много лет, 30 лет подряд. Вы увидите, сколько раз вас обманывали. И поэтому в Эстонии такой большой протестный элитарат. Такое большое разочарование. И так мало людей ходят на выборы. Мы готовы письменно зафиксировать. Свои обязательства перед вами. И, конечно, мы их выполним. Друзья, вы все знаете, что вчера скончался самый известный политический деятель в Эстонии. Эдгар Сависар. Мастодонт эстонской политики. Наверное, многие из вас знают, что мой отец с ним вместе сотрудничал, работал, дружил. Он часто бывал у нас дома. Я хорошо тоже лично с ним был знаком. Мне импонировало его упорство. Мне импонировало его харизма. Мне импонировало то, что в этом человеке отсутствовало чувство страха. И он никогда не лебезил перед спецслужбами. Поэтому они его потом в итоге по беспределу решили, так сказать, закрыть. И мне очень импонировало его стремление сохранить межнациональное согласие в Эстонии. Межнациональное согласие в Эстонии – это наш главный девиз нашего движения. Я бы мог очень много всего рассказать. Я был свидетелем переговоров. Я был свидетелем отношений. Как вы знаете, мой отец Владимир Иванов – это первый русский, который победил на выборах в 1994 году в Эстонии. Тоже шел полоснамяя, кстати. И я действительно живой свидетелем многих интересных событий. Но я не вижу смысла сейчас тратить на это время. Я всего лишь скажу главное. Главное – это, конечно, мы приносим соболезнования родным и близким. И, конечно, мы хотим помянуть светлую память этого человека. Прощай, Эдгар Батькович. И, в принципе, я думаю, что многие из нас, жители Эстонии, много раз будут еще помнить светлую память этого человека. И много хорошего про него еще скажут. Светлая память. Всем спасибо. С наступающим еще раз Новым годом. И до встречи, друзья. Айва находится в Нарве. Он присоединится к нашему видео. И тоже скажет вам пару слов в нашем видео из Нарвы. Всем спасибо. Всем пока. До встречи, друзья. Удачи.